Турция и Беларусь проводят активные диалоги, развивают плодотворные дипломатические отношения, основанные на согласованных принципах многие годы. И это взаимовыгодное сотрудничество продолжается. Так, встреча, которая состоялась в первом регионе, очередное тому подтверждение. Это первый визит чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики Гючлю Джема Ишика в Брестскую область. А потому прием был дружелюбным, а знакомство с преимуществами юго-западного региона, развитием экономики и достопримечательностями было основательным, при котором сразу находились точки для взаимовыгодного развития. Поэтому здесь можно тоже рассмотреть возможности, как с белорусской стороны наших туристов, которые каждый год стремятся отдохнуть в Турции. В туристический период у нас сейчас осуществляются чартерные рейсы, но я думаю, что эту тему можно было бы более глубоко развить, потому что, скажу, много желающих отдохнуть в вашей прекрасной туристской стране. И такому большому количеству желающих отдохнуть в Турции есть логическое объяснение, ведь эта страна гораздо больше, чем теплое море и ухоженные пляжи. Это еще и великолепные мечети, памятники природы, античные развалины, скалы и пещеры. Здесь соединяется Запад и Восток. Происходит смешение древностей и современного образа жизни. Кроме того, Брест и Анталия – города-побратимы, которые работают для укрепления дружеских отношений между турецким и белорусским народами. Да, безусловно, города являются побратимами. И, как вам известно, белорусские туристы предпочитают отдыхать в Турции. И ежегодно мы отмечаем рост количества туристов. Из всех городов и направлений, в которых можно отдохнуть в Турции, Анталия пользуется спросом. Безусловно, побратимство всегда являлось очень важным с точки зрения наведения контактов или устранения возможных препятствий при выстраивании отношений между странами. Важно уметь правильно распоряжаться имеющимися возможностями. И в контексте развития отношений между городами-побратимами, после визита в Брест, уже вернувшись к себе в Минск, мы проведем встречи с компетентными структурами в Анталии, чтобы придать динамику отношениям. Сегодня Брестская область – это развитый агропромышленный регион, который вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Продукция предприятий области экспортируется в 88 стран мира. В регионе работает капитал из 34 государств. И останавливаться на достигнутом никто не планирует, ведь взаимовыгодных и перспективных предложений множество. У нас есть все возможности выполнять друг друга, и, естественно, увеличить наш внешний торговый оборот между Турецкой республикой и Турецкой областью. Результаты с 8 месяцев они не такие впечатляющие, как, скажем, с другими странами мира. Экспорт нашей продукции за год превышает 4 миллиарда долларов. Мы с вами за 8 месяцев товарооборот составим 43,7 миллионов долларов. Моим коллегам и господинам нужно в этом направлении четко поработать, найти эти точки соприкосновения, чтобы наш баланс имел хорошую положительную динамику, но в большой длинной перспективе не только в этом году, но и в последующем. В ходе дружественной беседы стало ясно одно – необходимо развивать двустороннее движение в сотрудничестве между странами по разным направлениям, в перспективе улучшения торгово-экономического, социально-культурного сотрудничества и других. Я начал изучать страну, посещая различные регионы. И вот сейчас, оказавшись в Брестской области, я также смотрю, какие возможности для нас, для развития отношений, существуют. С господином губернатором у нас состоялась очень продуктивная и результативная встреча. Он прекрасно представил регион, привел ряд показателей, которые очень впечатляют. Конечно, нам, как посольство, выпадает заниматься развитием отношений между странами, развитием отношений во всех сферах. И в каждом случае я отмечаю, что дружественными являются наши народы и страны. Близкие отношения поддерживают главы наших государств. Нам же, как представителям посольства, выпадает развитие отношений торговых, гуманитарных, политических между нашими странами. Нынешний визит носит изнакомительный характер, но, несмотря на это, готовность к продолжению политического диалога, укреплению торгово-экономического взаимодействия есть. Ирина Левчук, Эдар Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.